Доброго времени! Сегодня наконец-то у меня появилась возможность и самое главное желание реализовать и снять видео о моих колодах Ленорман. Надо сказать, что я почему-то ожидала, что их будет больше. Они у меня все вместились вот в эту небольшую корзинку. И что еще интересно, я поняла, что у меня больше оракулов, нежели колод Ленорман. Ну, начну, наверное, с той колоды, без которой не обходится практически ни один из моих раскладов. Это малая колода Ленорман. Коробочка уже давно изношена, но это от этого не делает ее менее любимой. Она мне действительно любимая. Если мне придется выбрать из всех моих колод Ленорман, я, конечно же, выберу ее. Это голубая сова. Самая обычная. Причем она была куплена много лет назад очень недорого. До этого у меня была такая же вырезанная из энциклопедии гаданий, которую благополучно уничтожили. То есть, ну, я переезжала, когда уже отдельно собиралась жить. И просто от нее избавились, потому что решили, что, ну, какие-то бумажки лежат и все. А еще до этого у меня были обычные игральные карты, которые были подписаны масти. Ну, и название. Ничего в этом плохого нет. Я считаю, что если у вас нет возможности купить Ленорман, всякое бывает, можно брать игральные карты и подписывать соответствие. То есть, например, бубновый король будет картой рыбы. Можете номер поставить на обычную игральную масть. Червовый король будет картой дом и так далее. Работать будет такая Ленорман не хуже. И вас не будет отвлекать картинка. Потому что есть такой тип людей, тип торологов или прорицателей, кому как больше нравится, которых картинки отвлекают. То есть, им важен сам символ и сама игральная, собственно, масть. Ну, я думаю, голубую сову знают все, видели все. И, в принципе, я Америку никому этой колодой не открою. И поэтому долго на ней задерживаться не буду. Но надо сказать, что на большие расклады Ленорман, на октоскопы, на 12 домов, я ее активно использую, я ее люблю. Я без нее обойтись вообще практически не могу. Так, идем дальше. Потом у меня есть колодок, которые я пользуюсь гораздо реже. Но она для меня представляет коллекционную ценность. Потому что она получена от самого автора. От Береники. Или я еще ее знаю под ником Калипса. С форума «Колесо судьбы». Это мой самый первый вообще форум, на котором я была зарегистрирована. Вот такая здесь памятная есть надпись. «Элина, пусть все тучи пройдут стороной». И этот орахул в твоих руках покажет чудеса прозорливости. И так-то. Вот у меня орахул под номером 6, как вы смогли догадаться. Это не те лиловые сумерки, которые есть у многих из вас. Я говорю сейчас вот об этом варианте. Нет. Эта колода была выпущена гораздо раньше. И для нее использовались некоторые картины, которые не смогли войти вот в эту версию. Потому что не каждую картину можно использовать для картеров. Будем так говорить. Не каждая картина является достоянием общественности. Там именно вот такие вот моменты имеются. Но для меня, для души, для частного использования я очень ее люблю. Я ее берегу. Она заламинированная. Но часто особо я ее не использую. Иногда мне нравится просто перебирать в руках без какого-то вопроса. Просто вот такую медитацию на ней совершать. Что мне в ней нравится? Мне нравится в ней все. Начиная от рубашки в виде бабочек. Вот такая вот бабочка. И заканчивая изображением. Изображения здесь просто отменные. И сейчас мы будем их смотреть более пристально. Они у меня, естественно, карты не в правильном порядке. Потому что я всеми работаю в основном. То есть такого не бывает. Вот так выглядит кольцо. Причем здесь есть и балкон, и шторы. То есть тут есть еще аспект того, что какие-то договора, заключения могут быть за шторами, за занавесом. То есть некий орел тайны. Очень интересно сделано, на мой взгляд. Ну, медведь здесь вот такой. Медведь здесь зимой не спит. Что тоже довольно-таки необычно, не избито. Вот такая здесь есть карта ДОП. Это рояль в кустах с роялем, деревом и воронами. То есть какой-то сюрприз непредвиденный. Один момент. Второй момент. Какие-то родовые проблемы. Родовые такие заморочки, которые вылезли, потому что все-таки дерево здесь есть. Ну, и птицы, вороны, известия отнюдь неприятные. Отнюдь неприятные. Вот так выглядит здесь женщина. Вот так выглядит здесь солнце. У меня, по-моему, солнце даже два варианта. Я заказывала те ДОПы, которые мне на тот момент были интересны. Вот так выглядит книга. С колоколом, с письмами. Не совсем чистая ленорма. Да, есть моменты, но мне это нравится. Вот так выглядит собака, хотя здесь и горы есть. И вроде бы и нет у собаки ошейника. Вот я имею в виду цепи с ошейником, но мне нравится. Коса вот так выглядит. Дерево цветущее. Башня. Корабль. Вот такого медведя я брала ДОПом. Чем я думала и почему я его брала, я сейчас не могу вам сказать. Это был 2011 год, это было 5 лет назад. Но мне чем-то эта медвежья голова понравилась. Может быть, потому что этот медведь уже весенний, уже не в спячке. Может быть, я решила, что один у меня будет более такой лютый, рычащий. Посмотрите, как он смотрит, ищет кем бы пообедать. А этот более спокойный вариант спонсора. Я не знаю, но вот мне вот так захотелось. Клевер прекраснейший. Ну, вы готовьтесь, у меня колодный норман хоть и не много, но и немало рыбы. Рассказывайте будут про каждую карту, поскольку, постольку. Ребенок, девочка в шляпе замечательная. Вот такое письмо. И все оттенки лилового, сиреневого, фиолетового, мои самые любимые цвета. Совые или филины прекраснейшие. Вот такой еще клевер. Причем, если там клевер как бы единичный, то здесь, посмотрите, целое такое вот поле клевера. То есть, очень-очень много удачи. Тоже мне захотелось почему-то эту карту допом. Просто из-за статических соображений. Хотя я понимаю, что в клевере важный листик, чтобы было 4 листика, но мне вот захотелось эту карту. Сердце вот такое. Причем здесь сердце не позитивно. Вот такая напряженная, на мой взгляд, карта. Вот такой вот ключ. И вот такая змея. Причем змея на дереве. Понятно, что отсылки к вопросам здоровья. Отсылки к вопросам опасности для жизни есть. Но, тем не менее, интересно. Вот такие звезды. Вот такая развилка. Луна. Такие крыски, которые проели сыр. Или хлеб. Ну, я думаю, что это сыр. Мне так приятнее думать. Я сыр любую. Хлеб не очень. Вот так выглядит аист. Ну, да, он тут без пары. Но все-таки гнездо есть. Меня устроила на тот момент эта карта. Всадник. Прекрасная метла. Очень она мне нравится. Очень она вот такая вот атмосферная. Вот так выглядит крест. Вот так выглядит солнце. С подсолнухами вот вечернее солнце. Если то солнце у нас это рассвет. У нас было солнце, правда? Было, было. Вот, да. То это солнце у нас уже это закат. Мне захотелось, чтобы было и такое, и такое. Вот так выглядит избранник наш, мужчина. Вот так выглядит гроб. Вот так выглядят тучи. Вот так выглядит сад. Гора. Якорь. Лиса. Такая вот проныра у нас. Дом. Букет сиренью. Просто замечательный, на мой взгляд. Лилии. Ну, собственно, одну колоду я вам показала. Значит, уже вы это видео посмотрели не зря. Сейчас я покажу вам вторые лилово-вишневые сумерки, которые появились уже позже. Ну, какие у них преимущества? Их больше, во-первых. Их больше. Они не ламинированы глянцем. Это уже официальный тираж. Они вот такую книжечку, ну, она немножко помятая, я особо не пользуюсь. И дешевле они. Вот эта колода, оригинал, если это не реплика, да, если это действительно вот авторская, как у меня, стоит сейчас на Амазоне, может стоить порядка 100 долларов. Потому что ее сейчас практически нет, это коллекционный экземпляр. Поэтому, если где-то кто-то будет продавать, имейте это в виду. Реплики этой колоды такой ценности не имеют. Теперь мы посмотрим лилово-вишневые. Значит, чем интересна эта идея? Идея квинта, идея, вернее, не квинта, а дубля двух колод, в том плане, что вы можете, например, лилии, это у вас будет нет, а вишневые карты, это будет да. Или наоборот. Конечно, они похожи даже цветом. То есть, реально, вот, некоторые люди даже путают. Но вот вы видите разницу? Тут более красновато-розово-теплый оттенок, да, как больше вот слабая версия Марсаллы. А здесь более холодно-сиреневая рамочка. Ну и, собственно, кольцо и кольцо. Да, то есть, можно понять, что здесь есть как дамское украшение, больше аспект. А здесь больше как договора, как свадебное кольцо. Видите, без камушков, без ничего. Я, мне нравится, что они абсолютно разные здесь. Мне нравится здесь полярность карт. То есть, если здесь, например, птицы на вишневом, то на лиловом там совы идут. Абсолютно женщина, если на вишневых уже в годах, такая дама постарше, то на лилову более молодая, сочная женщина. Вот этим интересно. И интересно, очень интересно делать расклад двумя колодами на большом раскладе Ленорман. Какие карты повторяются. Если вам интересно, я вам покажу этот расклад. Я и двумя колодами его делаю. В этом есть свой смысл. Нравится мне на да, нет использовать именно дубли этих карт. Нравится то, что ее всегда можно купить. В наличии она недорогая. И нравится ее размер. Потому что размер тоже имеет значение. Посмотрите, какие здесь карты. Вот размер. И посмотрите здесь. То есть, согласитесь, разница очевидна. И в ширину, и в длину. Вот. Вот так выглядит здесь клевер. Вишневый. Вишневый крест. Вот так выглядит. Вишневое сердце. Вишневые лиловые звезды. Лиловый сад. Лиловая женщина. Лиса. Письмо. Лиловая. Вишневые дороги. То есть, в принципе, тут очень много есть нюансов. Очень много есть даже оракульного именно в этих колодах. И я могу сказать, что колоды береник, они все очень женственные. Очень такие девичьи. Это не в стиле того, что ванильные блондинки, да, какие-то глупые, романтические дурочки. Нет. Это именно в аспекте того, что очень хорошая, большая деталировка. Очень много оттенков, дополнительных значений оракульных можно сюда нанизывать. И очень богатый, развернутый ответ эти карты нам могут дать. Вот. Хотя я люблю свою голубую сову, в которой все предельно строго. Но мы сейчас еще более деталированно и более колодий нестандартный поговорим. Это шепот осени чуть позже. Вот такие совы. Ребенок на качеле. То есть, сразу что? Ребенок на качеле. То есть, ситуация может быть опасная. Детские травмы. Какие-то качели в отношениях. То есть, есть очень много нюансов. Развлечения по качеле тоже. Вот такие лилии. Кстати, я лилии люблю больше белый, как давленорман. Вот эта коса мне не нравится, потому что она действительно не похожа на работу, похожа на то, что пришло время, и цветок нужно срезать. А в качестве цветка может быть и начинание, и работа, и даже жизнь человека. Вот такой вот аист. Ну, это взята карта вишневых из моей предыдущей колоды. Некоторые повторяются. Лиса, по-моему, тоже такая у меня. Мышки тоже повторяются. Но мне это не смущает. Рыбы. Такая метла. Эта метла мне нравится меньше, вот чем метла уличная. Осенние обсадники. Гадалка. Здесь есть, кстати, карта. Корабль. Вот эти лилии я больше люблю. Не знаю, как вы. Напишите в комментариях, у кого есть колоды береники, лиловые, вишневые сумерки. Что вы о них думаете? Что вы думаете о моих допах в первой колоде? И вообще, какая у вас любимая ленорма? Напишите, пожалуйста, потому что мне это действительно интересно. Может быть, я себе новыми хотелками заражу. Хотя у меня есть сейчас две хотелки ленорман. Но я не знаю, нужны ли они мне. Я хочу купить, есть пиксель ленорман. Она в стиле райда разделана. Я хочу кельскую ленорман. Там есть допы в виде двух разных деревьев. Кота и собаки. По-моему, петух там. Нет, курица с цыплятами. То есть, очень много вот животных. Она такая яркая, сочная. Больше вот языческий уклон имеет. Мне это тоже очень близко, очень нравится. И какой еще ленорман? Под розами мне нравится. Тоже красиво. Но пока вот ленорман у меня все-таки меньше, потому что я вот самая любимая, у меня рабочая, работая. Вот ленорман, я все-таки, видно, строже взгляда. Хотя я люблю оракульные колоди. Просто обожаю. Оракулов у меня действительно очень много. Вы сможете убедиться в следующих видео. Так. Посмотрели мы лилово-вишневые сумерки. Вы напишите, о какой колоде вы хотите более подробно получить информацию. Какую более развернуто. Посмотрите. А я пока перехожу к Лиане. Лиане Шарол. И посмотрим ее оракул. Шопот осени. Он у меня уже тоже пенсионер. Ему уже порядка ну 4 года так точно. Конечно, многие говорили, что вот у нее колоды странные, плохие, глупые. Много о чем говорить. Но самый главный недостаток у ее карт это дорогая цена. Но они интересные. Лиана Шарол и Лианочка она новатор. И я не могу это отнять. Карты вот из половинок состоят. И получается по сути у вас есть не 36 карт не 40 карт тут 36 основных и 4 допа. А у вас есть 80 карт. Почему? Потому что каждая карта у нас имеет одну половинку другую. То есть это на самом деле очень важно. Это абсолютно два разных всадника. Ну во-первых очень удобно и время например посмотреть. Этот всадник у нас дневной да этот у нас всадник ночной. Вот тут у нас едет женщина здесь мужчина. На вопросы да и нет мне нравится. То есть темная половинка это нет светлая половинка это да. Вот например рыбы здесь нормальные рыбы в привычной среде здесь у нас рыбы в мутной грязной воде непонятно живые или они уже чей-то был завтрак или плотный обед. Понимаете? Вот здесь женщины. Тут у нас почетная дама в годах пенсионерка уже давно много лет. Здесь у нас молодая цветущая дева. Вот например развилка. Здесь даже три дороги есть и в лесу. А здесь собственно говорят две параллельные развилки и березки. Вот такая вот открытая более позитивная местность. метла здесь открыто все и на улице она. Здесь тоже на улице но очень такой жухлый двор. Очень печально мрачно все и тоскливо. Букет здесь вот такой тоже с окном и шторами. Здесь похожа эта карта мне по картинке на кольцо из первых виловых сумерек. чем-то только здесь кольца не хватает. Ну и открытое окно здесь букете. здесь закрытое окно банка вместо букета и это все еще больше подчеркивает закрытость ситуации некоторую затхлость воды некую ну не то что бедность но все равно ощущение что человеку выходит выкручиваться букет это какой-то подарок какая-то радость которая ненадолго здесь очень маленькая сомнительная радость а здесь довольно-таки ощутимая и радующая глаз согласитесь вот такое письмо два разных тоже варианта здесь письмо с печатью официальная в кабинете ну а здесь письмо может быть любовное вот такой клевер двух тоже половинок как я использую эту колоду для большого расклада ленорман я ее использовала почему-то для магических вот этих вот вещей когда мне нужна полярность вообще вектор посмотреть что у человека как больше негативного позитивного темных светлых карт дополнительную окраску это конечно дает у меня еще был лунный свет тоже от ланочки но я его поменяла на другую колоду я не жалею потому что для меня лунный свет и эта карта они для меня оказались в принципе заменяемыми и мне нравится здесь больше вот такая красивая теплая шоколадная вот ну нравится мне кто говорил что у ланочки плохое качество карт вот уже сколько 4 года я этого не заметила качество карт вырубка уголочков мне все устраивает потому что я сталкивалась с типографией я знаю как и что бывает плохо сделано когда рамка смещена и так далее посмотрите какой здесь корабль какой здесь корабль призрак тут никаких нареканий нет опять же цена это вопрос риторический каждый автор праве просить столько сколько он хочет за свой труд за свою интеллектуальную собственность и конечно дополнительные оттенки если вы не явны сторонник классики она конечно дает эта колода и я о ней не жалею но без голубой совы только работая с этой колодой я считаю что вы тоже себя обедняете то есть скелет в виде голубой совы или подобной колоды полностью чисто Ленорман даже было общество шутливое на колесе судьбы полностью чисто Ленорман ПЧЛ они себя называли и просили когда нам Береника делала карты Ленорман чтобы не было никаких деталировок не нужных деталей не нужных предметов ну вот так выглядит здесь сад вот так выглядит леса вот вот то есть тут просто леса сидит а здесь она куда-то идет здесь мы видим ее хвост то есть ну как бы хвост лисы показывает что спрячет что заметает леса интересно башня вот такая и вот такая башня крепость зловещая ночная карта женщины одинаковая сердце вот такое с голубками и вот такое вот мрачное огненное филины и совы тоже очень интересно так мужчины ну и господин цилиндри коса которая много работы познала и вот такая страшная зловещая коса вот такие вот звезды яркие красивые романтичные и вот такие зловещие мрачные очень люблю белую карту всегда смотрю в каком она доме выпадает Ленорман черную люблю меньше но тоже смотрю в каком доме она выпадает два мишки шалунишки вот такой и вот такой крыски крысы вот такие и здесь и крысы которые объели продукты гора такая и солнечная то есть день и ночь по сути кольцо вот такое кольцо тут даже пара колец у нас видите вот пара колец именно брачные вопросы и фонтаны и радость и вот здесь собственно какое-то там кольцо я его если честно тут даже и не вижу оно где-то есть но я его не вижу на этой карте честно призналась солнце вот такое такая карта восход и заход заход и восход конечно если бы карты были побольше и поближе я бы не отказалась они небольшие и они как бы довольно таки стройные худенькие в каком плане ну вот если взять с предыдущей картой посмотрите они уже они уже и они чуть-чуть длиннее вот если взять видно но я люблю конечно широкие что более близко было но может быть это издержки картинок может быть издержки того что здесь две картинки что автор не смог сделать их чуть крупней хотя опять же все прекрасно работает и на таком формате так эту колоду посмотрели ну давайте я вам еще покажу колоду давайте вам покажу вот колоду нет покажу вот эту колоду сахарная готика тоже колода калипса у меня есть таро сахарная готика а вот есть еще такая ленорман чем она интересна ее автор делала после того как остались у нас неиспользованные карты из сахарной готики таро люблю эту колоду и вот получилась такая ленорман аптекарский сад то есть лечебный лилии и везде здесь такие милые девочки метла тоже вот этот медведь с головой и девочка с мишкой сад вот такой вот мрачный они готичные они более темные змея девочка змея вот такой вот ключ вот такой мужчина эльф не непонятно корабль вот такой крест гора букет сказать что я ей работаю я не могу сказать луна вот такая с кроликом почему-то мне захотелось ее иметь в коллекции кольцо всадница в черном интересное решение вот такие вот тучи человек на трубе играет ангел и девочка вот здесь есть интересные образы ради которых я ее взяла развилка собака вот такой вот ребенок мне он нравится он прыгает на такой ходуле не ходуле как называется этот это я не знаю не инструмент а этот велосипед подскажите я не знаю как это называется очень нравятся крысы здесь девочка пьет чай с крысами со своими врагами по сути то есть интересно и кто из них окажется крыса тоже мы пока еще не знаем женщина письмо птицы обратите внимание рояль в кустах карта в принципе не особо переделана здесь это карта птицы но по сути ее можно использовать и как рояль в кустах согласитесь солнце много мимишности вот здесь очень нравится крысы которые постирали свое грязное белье морские свинки теперь сохнут и вот такое аниме коте тоже очень нравится в виде ангела который может быть их съест не знаю вот эта карта мне очень нравится крысы вообще две крысы здесь замечательно получились якорь с русалочкой тоже интересное решение звезды с ангелом клевер причем здесь три листика не четыре фея дарит вам шанс но который в принципе не окажется волшебным для вас рыбы вот такие коса похоже как смерть на заднем фоне башня вот такой вот гроб с витражами книга со свечой аист леса медведь сердце дом и вот такое дерево очень прекрасная карта мне нравится она и вот такие вот совы девушка здесь третья сидит ну вот такие карты вот такая у них рубашка сахарная готика вот ангел с ключом почему я купила нравятся некоторые карты может быть я скучаю за тем временем когда создавались все эти карты я ее купила через несколько лет не сразу может потому что мне нравятся вообще все карты от калипса я являюсь ее поклонницей ее труда но может быть потому что эта карта более девочковая может быть я жду когда у меня может быть дочь появится например а может быть я ее кому-то подарю то есть я себе сказала что я ее куплю и пусть она лежит и ждет своего времени ну на этом я думаю все и следующий Ленорман вы увидите в следующих видео а пока до встречи пока продолжаем наше общение по Ленорман у меня есть несколько Ленорман которые в принципе все в них хорошо классичные каноничные но почему-то вот желания работать пока что особого нет это речь идет о пятни издателя очень хорошее качество очень хорошие рисунки ничего лишнего вы сейчас в этом можете убедиться во всяком случае если бы я пришла к гадалке и она бы работала на такой колоде то для меня это показатель хорошего вкуса я ею работаю почему-то больше на триплеты нежели на большой расклад вот так выглядит собака вот так выглядит мужчина то есть традиционные значения вот так книга книга открытая надо сказать показатель того что тайну могут и раскрыть и также карта обучения может быть карта книга если вам нужны трактовки по ленорман я могу записать и такое видео вот так выглядит луна вот так выглядит якорь вот так выглядит медведь Вот так выглядит дерево. Письмо. Обои из 60-х годов. Дороги, развилки. Полевые мыши здесь. Вот фишка такая. И пшеница, видите, да? Ключ. Солнце. Плеть и метла. Леса. Дом. Корабль. Вдалеке. Ну, тут даже больше не корабль, а тучи видны. Бывают такие Ленорман, в которых ты вообще не поймешь, какую карту. Ну, если не знать, что это корабль, можно даже подумать, что это карта тучи. Правда? То есть, вот есть. И если номера, конечно, не знать. А, кстати, я извиняюсь, это и есть тучи. Просто еще здесь есть и корабль. Вот меня это всегда путает. Я не люблю такого. Я считаю, что если карта тучи, то не должно быть кораблей. Ну, и наоборот. Вот так змея выглядит. Дама с Амстердама. Вот такая. Гора. Букет. Такие рыбы на дне морском, с морским коньком. Кольцо. Что интересно, почему-то фигурный придворный двор здесь черно-белый. Не знаю почему, но интересно. Коса и серп со снопами. Тоже интересно. Ребенок. Пароход, который дымит. Невозможно как. А у меня есть, кстати, значение по этому поводу, когда вот такой дым с корабля идет. Кто смотрел мое видео «Вредные привычки на Ленорман», может узнать его. Я ссылочку оставлю под видео. «Крест», «Псадник», «Гроб», «Башня», «Лилии», «Птицы». Тут именно птицы, не совы. Тут это ласточки, по-моему, я так понимаю. «Клевер», «Сад», «Сердце», «Цапля, кушающая лягушку». Очень интересно, на мой взгляд. И вот такие звезды. Цена у этой колоды небольшая. Ее можно купить в канцелярии до сих пор. Вот в магазинах Украины. И порядка до 200 плюс 250 гривен. Это вообще недорого. Это 10-15 долларов. Она вот так стоила. Качество великолепнейшее. Картинки для меня не суховаты. Ну, кроме цапли с лягушкой, кроме вот парохода такого дымящего. Так. Ну, хочется что-то вот еще. Каких-то фишечек. Каких-то вкусностей. Я бы это назвала так. Еще я могу показать вот такую колоду. Колода эта считается дефицитной, безумно редкой. Эту колоду мне моя хорошая приятельница держала. Почти три года ждала, пока я ее заберу. Сама она живет в Москве, но никак у меня не было возможности. Вот. И колода называется Новосибирская вообще Ленорман. Ну, во всяком случае, мне сказали так. Хотя Новосибирская Ленорман должна быть черная. Но у меня вот такой вот вариант. Если это не Новосибирская Ленорман, напишите. Вот такая вот коробочка. Колода снята с производства. Сейчас не выпускается. И от этого еще более редкая. И давайте ее смотреть. Вот с таким свитком вот так выглядит карта письмо. И даже есть шпаргалка, что это означает. Вот так выглядит карта букет. Символизирует любовь. Нравится, что есть игральная масть. Не во всех картах она есть. Лиса это коварство и ложь. Рыбы это духовное богатство. Покровительство это лилии. Выбор. Развилка вот такая. С надгробием. Да, все равно. Интересное решение здесь. Вот такая здесь плеть с метлой. Вот такой вот ключ. С кольцом. В принципе, вот он на кольце. Тоже интересное решение. Так выглядит дама. Следующая карта. Якорь. Ну, постоянство здесь. У меня якорь чаще работа. Режу на дне значения. Ну, что могу сказать. Вот это вот сибирская, новосибирская ленорман. Если бы она была в черном цвете, она была бы всяко поярче. А так в ней очень много зеленого, болотного, я водяной, я водяной. Оливково-зеленого. Но я от нее отказываться не собираюсь. Потому что она коллекционная редкость. Вот такие вот звезды. Вот. Причем эти звезды в виде пятнышка такого интересного. Тоже можно вот покрутить. Так на кошку, например, похоже ли на собаку, на животное. Хотя я перевернутым ленорман не использую значения. Ну, кроме колоды и хланочки, чтобы от осени. Вот так выглядит солнце. Змея. Вот такая кобра с капюшоном. Доверие ребенок. То есть не хлопоты, не новое начинание. Именно доверие. Здесь ребенок занимается балетом с ленточкой. Ну, или в классике прыгает. Не знаю. Вот как просто у нее обувь, как пуанты здесь. Я не знаю, видно или нет. Ну, вот интересная тоже задумка. Вот такой всадник. Такие горы, препятствия. Тучи. Аист, который никаких лягушек не ест. Но их не сдал. У него тоже нет. Просто стоит себе. Означает счастье. Ну, я с этим не согласна. У меня аист на счастье не показывает. Ну, иногда может на рождение ребенка. Но, опять же, должны быть дополнительные карты. А так просто аист. Ну, это перемены больше, но никак не счастье. Мужчина. Вот такой вот с тростью. Джентльмен. Луна. Это размышления. Ну, как бы... Луна это вообще сложная карта. И размышления, в принципе, у любого человека есть всегда. Ну, я бы одной картой размышления бы ее тоже бы не обозначила. Как вы считаете? Напишите. Дерево. Кулон. Вот такое сердце. Дружба. Поддержка. Вот такая вот собачка. Такой вот гроб. Вот такая вот книга со свитком и открытая. Вот все-таки, видите, она не совсем открыта. Но вот этот вот ее поясок, он открыт. Расстегнута она. Застежка ее. Уверенность. Дом. Ну, может быть, дом это и уверенность. Это наши стены. Это наш фундамент. Да, соглашусь. Вот такая коса. Несчастный случай. Ну, не скажу, что коса. Это всегда несчастный случай. Не скажу, не согласна. Вот так. Крысы. Потеря, воровство. Ну, чаще, да. Но, опять же, не всегда. Удовольствие. Картосад. Вот такая. Вот такая башня. Клевер. Листок клевера, причем называется. Надежда. Может быть. Крест. Совы. Трудности. Не скажу, что совы, это всегда трудности. Это и тревога, это и страх, это что-то из сокрытых глаз. Но не обязательно трудности. Здесь не согласна. Сила по медведю. Ну, для меня медведь это больше как бы спонсор-помощник. Ну, сила, ну, может быть. Брак. Вот такая вот карта с кольцом. И корабль, это инициатива, да. Куда рулить. Ну, может быть, и инициатива по кораблю, значение неплохое. Ну, вот так вот она выглядит. Я рада, что я вам ее тоже показала. Могу показать вам еще карты. Ну, кого вам показать? Ну, покажу, наверное, вот кого. Мечта многих ленорманистов, которая у меня сбылась. Колода от самого маэстро Маркетти. Гилдет Ленорман. Первое издание идет вот в таком вот клеенчатом мешочке. Колоде уже, дай Боже, с 2012-го 4 года. Мешочком ничего не случилось. С коробочкой немножко случилось от моих многочисленных переездов. Вот здесь она немножко пострадала. Почему я ее взяла? Во-первых, потому что все карты уникальные Маркетти. Во-вторых, потому что с автографом его. В-третьих, потому что я вообще люблю Маркетти или Марчетти. Все его карты считаю неповторимыми и уникальными. И не могу сказать, что я ими работаю. Я их просто люблю как коллекционный экземпляр. Они мне греют сердце и душу. Кроме этого, в этой колоде уникальные расцветки каждой карты. И мы с девочками на форуме, в частности на колесе судьбы, сравнивали. У кого-то, например, домики могут быть, например, не такого красного цвета, а совершенно другого. У кого-то колечко в камне будет, например, у меня красный рубин. У кого-то зеленый. Все эти моменты тоже дают дополнительные оттенки. Вплоть до того, какого цвета камень. Это я вам точно скажу. Ну, если начать с дома, то, конечно, этот дом не похож на дом семейной пары. Дом с прорехой. Дом с маленькой дверью, которым больше похоже на нару хоббитов. Где особо никому не рады. Очень много носов таких интересных. И нет стекол. То есть странный дом. Не для жизни такой волшебный, сказочный домик. Вот так выглядит кольцом с камушком. Опять же, у меня красный камень страсти, камень любви. Зеленый камень будет более материальным делать кольцо, на мой взгляд. То есть договоренность, договор или оформление отношений более материально заинтересовано. Я бы сказала так. Вот такие вот рыбы у меня. Вот такие лилии прекрасные. Просто превосходные. Замечательные мыши с продуктами. Еще и висят, показывая лапки. Вот такой корабль-призрак. Тоже они разными оттенками. У меня с зеленым флаг. У некоторых другими цветами есть. Причем интересно, у него ласты, как у рыбы с перепонками. Вот эти вот перепончатые штуки. Вот так выглядят белые совы или филины. Вот так выглядит ребенок. С открытой книгой сказок. С кубиками, с куклой, с замком. Мне очень нравится. С древом сиферот. Вот так вот выглядит дерево. Если у вас нет эко-воды, я вам ее настоятельно рекомендую приобрести. Если она у вас есть, я вам настоятельно не советую от нее отказываться и продавать. Вот так выглядит луна. Серп. Вот такой вот. Вот так выглядят звезды. Ключик с клеткой. Обнаженная дева. Очень прекрасно, на мой взгляд. Клевер. И мне нравится, что здесь есть акцент на листе. То, что важно. Вот так выглядит гроб. Но здесь больше как аспект консервирования. Потому что это гробница. Да, сохранение, консервирование. Башня вот такая вот замечательная. Очень нравится темная вот эта вот окантовка карты. С переходом. Очень она ярче делает. Дополнительная карта. Я так понимаю, маска. Причем это в этом издании есть дополнительные карты. В другом издании. В маленьком оно у меня тоже есть. Там нет дополнительных. Это мост вот такой вот. Это тучи. Это мужчина. Причем у него знак Марса висит. Тоже очень здорово. Это с поводком милая собака. Это не менее милая лиса. Это якорь. Это птицы в скворечнике. Это гора. Кубики. Игра. Да. Рок судьбы. Прекрасные лебеди с сердцем. Очень мне нравится. Сад. Оранжерея такая. Да. Прекрасные аисты в паре. Я люблю, когда аисты в паре. Время. Вот такая вот еще женщина. Это автограф автора. Прекрасный. Всадница. Вот такая по радуге мчится. С известиями. Вот именно как почтальон. Посыльная она. Солнышко с подковой. Прекраснейшее абсолютно. Нравится мне очень. И нравится и подкова. Нравится и римский месяц. Этот год символ. Очень здорово показано. Письмо. И еще и перо. Как знак легкости. И еще и сам текст. Замечательная карта. Крест. Причем с изображением иконы. Мы видим. Вот. Вот такой вот интересный мост. Разъединенный. Вернее это не мост разъединенный. Я уже совсем заговариваюсь. Это у нас развилка такая. 22 номер. Но она похожа на мост. Правда? Когда вот разъединяет людей что-то. Вот такая вот книга. Закрытая. Мне нравится эта развилка. Что она во-первых не на улице. Не обычно как вот по земле. А именно в помещении. Ну интересная раздумка. Еще и в 10 сердце сделано. И еще посмотрите. Одна дверь закрыта. Одна открыта. То есть один выбор правильный. Второй неверный. Хотя если присмотреться. И это полуоткрыто. Но почему-то есть сразу ощущение. Что открыта больше левая дверь. Вот такая вот плеть. Прекраснейшая абсолютно. Букет с тюльпанами. Прекраснейший. Мне очень нравится картинка. И тоже есть, говорят, другие варианты этого букета по оттенкам. Не знаю. Может быть желтые. Ну я рада, что у меня не желтые тюльпаны. Я рада, что мне именно такие мне достались. Вот такой вот мишка на севере. Замечательный. 15-й. Змея с яблоком, с искушением. И вот такой вот мужчина еще на стуле. Ждет свою даму с цветком. Который у дамы есть на ее карте. Уже она им владеет. У нее в руках. Прекраснейшая вот такая вот рубашка. Мне все в этой колоде нравится. Я ее люблю. И ни за какие ковришки с ней не расстанусь. Есть еще вот такая маленькая Ленорман. Она у меня в пленке. Я ее не открываю. Она мне просто ждет своего часа. Может быть я ее продам. Может быть я ее кому-то подарю. Пока не знаю. Но она точно такая же, как и эта. Только меньше размер у нее. Издательство USGAME. И у нее позолота должна быть. И магнитная коробочка. Пока она у меня лежит, ждет своего часа. Вот это первое издание сейчас купить практически невозможно. А вот это издание купить можно за довольно-таки скромные деньги. Ну, следующей колодой я не могу не показать колоду Лон Тарот. Я ее называю колода с иллюминатором, с окошком. Это одна из колод, которая имеет окошко. Мне это очень нравится. Потому что можно ставить ту карту, которая вам нравится. Которая вы хотите, чтобы привлекала к вам энергию. Ну, позитив, флюиды всевозможные. Что классного в колоде Лон? Во-первых, Лон Ирина Анатольевна, ведущий Таролах сайта «Мысли вслух». Сайт и форум великолепный. Народ очень неграмотный. И я обязательно об этом форуме сделаю отдельное видео. Тем более, согласие мне на это дала сама хозяйка. Колода получилась на редкость теплая, на редкость интересная. Ее сейчас уже тоже тяжело оригинал купить. Реплики делаются. Но в целом, что это отличает от реплики? Очень интересное. Качество бумаги. Оно все вот такое, знаете, как решеткой. Бумага шершавая, решетчатая, как холст. Вот так вот выглядит книга. Вот так вот с ангелом выглядит кольцо. Просто великолепно. Вот так выглядит женщина. И мне нравится, что здесь нет совсем юных персонажей. Она же здесь все довольно-таки зрело, выдержана, со вкусом. И такой колодой будет приятно гадать и женщиной в годах, и молодой девушке. Вот именно для людей, предпочитающих классику. Потому что если я сахарную готику им достану, просто не каждый человек отнесется к этому. Напишите, какие колоды любят ваши клиенты. Мне это тоже очень интересно. Вот так выглядят аисты с ребенком. Звезды. И, кстати, вот это изображение похоже с... Ну, мне лично похоже с Новосибирской Ленорман. По-моему, тут тоже такие звезды. Сейчас вот я быстро попробую посмотреть. Вот вы знаете, вот сколько я смотрела, вот благодаря вам, мои подписчики, я сейчас это увидела. Не видела, что вот похоже рисунок. А вот он, вот посмотрите. Видите? Похоже. То есть вот такой вот какой-то формы, да? Неоднородной, как островок. Ну, мне похоже. Дальше идем. Вот так выглядит медведь. Лиса. Ребенок с обручем, который, в принципе, похоже обруч на кольцо. Мне очень нравится эта картинка. Птицы прекраснейшие, синички, не синички. Нравится. Совы есть. Тут хотите совы оставляйте, хотите птицы. Метла такая. Плеть. Коса со снопом. Прекраснейший букет. Мне очень нравится. Гроб. Змея, которая ползет. Тучи. Якорь. Если у Маркетти идет градиент вот по окантовке, то здесь идет такое ощущение, что градиент только светлым. Да? И как бы все на нет цвета сходятся. Тоже очень интересно придумано. Согласитесь. Я благодарна очень Редне Анатолиевне, автору этой создателе колоды. Вот так выглядят рыбы. Ключик. Практически от Тиффани. Сейчас модный ключ на шее все покупают. Вот так вот луна выглядит с лестницей. Необычное решение. Дерево. Солнце. Есть некая сказочность в этой колоде. Мне она нравится. И при этом строгость. Лилии. Книга открытая. Мужчина. Мужчина помоложе. Письмо. Сердце. Развилка. Гора. Мыши. Вот такие в своей присущей им среде. Или суслики эти. Ну, наверное, все-таки мыши-крысы. Дом. Очень красивая рубашка. Не могу не отметить. Считаю, я одну из самых красивых. Женщина. Корабль. Клевер. Обожаю. Просто обожаю эту карту. Часто закрываю. Часто ставлю ее иллюминатором в окошко. Чтобы она приносила мне удачу. Крест. Вот такой. Ну и всадник. Собственно, вот такие карты. Я вам показала. Это еще не все. Ну, покажу-ка я вам еще. Есть у меня колода от книжного клуба. Я ее хотела вместе с другими колодами показать этого издания. Ну, покажу вам здесь. Что мне в ней нравится? Нравится очень в ней книга. Маленькая какая-то неврозрачная книжка. Но скажу вам, здесь информации больше, чем в книгах зрачных, книгах современных, которые сейчас хвалят Полинорман. Я по ним тоже делать буду детальный обзор. Нравится чем? Нравится очень много дерева. Очень много темы леса. Хорошо может прорабатывать родовые вопросы. Родовые проблемы, потому что дерево – это наши корни, это наши предки. Сама форма хрустального шара нацелена на то, чтобы пользоваться этой колодой, можно было и с помощью хрустального шара. То есть берется хрустальный шар и ставится впереди колоды. И смотрится на то изображение, на то послание, которое вам дает ваше подсознание. Ну, собственно, бумага здесь тоненькая, но за более чем два с лишним года ничего с ними не случилось. А у них есть своя специфика. У них есть ощущение, что вы подглядываете в хрустальный шар, что вы смотрите кино. Интересное кольцо с синим камнем. Мне нравятся вот эти птицы на ветке. И все как бы вот в таком замерзшем состоянии, вот подобно новогоднему шарику, в котором есть персонажи. Собака. Очень нравится персонаж тучи, такой вот дядечка. Кстати, у меня тучи часто падают и на умершего родственника, на того, кто уже давно на небесах, поэтому я считаю, очень в тему здесь так нарисовано. И никаких проблем не вижу с таким изображением. Что еще? Вот так вот башня выглядит. Змея. Клевер. Письмо. Хорошее качество, несмотря на маленький размер и тонкость. Советую ее приобрести. Я ее видела в Миссости. По-моему, она 200 гривен стоит. Это не такие большие деньги, чтобы себе отказать покупки такой колоды. Гроб. Всадник. Есть еще американское издание. Она гораздо дороже. Вот так вот выглядит дерево с корнями. И тоже вот лицо изображено. То есть такое ощущение, что здесь отсылка, может быть, к зеленому человеку. Вот такая рубашка здесь лаконичная. Мне тоже она очень нравится. И в центре хрустальный шар. Вот такой выглядит ключ. Айс, танцующий на своем гнезде. Кораблик сказочный. Букет. Дом. Я когда-то снимала на нее обзор. Но я тогда, будучи в таком чемоданном состоянии, вынужденном. Наверное, многие знают об этом. Я снимала на планшет. То есть там качество было гораздо хуже. Но я рассказывала об этой колодике. Но как-то видео не особо было популярно. Если нужно, я его поищу. Именно посвященная этой колодии, моему обзору. Вот так выглядят развилки. Вот так выглядят звезды. Луна. Причем растущая луна. Мужчина. Гадалка. Тоже здесь есть. И женщина. Собственно, вот такой вот милый оракулинорман. Я им довольна. Как сумочный вариант. Вот у меня в таком мешочке он хранится более чем. Меня все устраивает. Так. Еще я вам покажу, пожалуй, несколько колод, если вы не устали. Ну, конечно, я вам не могу не показать. Есть очень хороший Таролах, Ленорманист, популярный блогер, эзотерик. Это Евгения Таро. Наверное, вы ее знаете. Наверное, знаете, что она еще и автор колоды Ленорман. Вот у меня есть эта колода. Мне ее подарили. Я, если честно, ну, вообще не планировала ее покупать, потому что она не дешевая для меня на тот момент была. Сейчас, как бы, я уже могу себе это позволить. Тогда мне было немножечко сложновато с дненьками. Так вот, могу сказать, что она интересная. Во-первых, она удобна. Вот именно выкладки, как вот для календаря, да, вот такие ячейки квадратные. Мало места занимает. И при этом, вот за счет того, что не узкая, не длинная, как селедка, карта, очень хорошо видно. Во-вторых, вот тут такое покрытие с золотом напыление есть. Очень-очень это красиво выглядит. При этом нет вот какой-то, знаете, наляпанности или дешевого блеска или цыганщины, как можно подумать. Очень красиво. Колода теплая. Колода, при том, что она, насколько я понимаю, собрана из картинок. Они все в одном стиле и друг другу неплохо дополняют. При этом мне нравится, что есть игральная масть. Мне нравится, что они все в разных цветах. Нет такого, что только вот все желтые или все зеленые карты. То есть можно эту колоду и для чакрового расклада неплохо использовать. Что я, в принципе, делаю. Нравится вот такая вот зеркальная рубашка. Я сейчас себя увижу и передам себе привет. Тоже в этом что-то есть. Вот такой вот медведь. Очень здорово выглядит. Смазка медведя, старик, да, спонсор. Старый похотливый дядька, который хочет вам помогать, например. Вот так вот выглядит карта букет. Прекрасно, на мой взгляд. Вот так выглядит карта метла, ведьмочка вот такая. Причем и с котенком, с искушением. Кольцо шикарное, на мой взгляд. С александритовым камушком. Я думала, что это александрит. Просто прекрасно. Лилии. Клевер. И лишнего вот мало. Знаете, вот бывает, когда сильно много деталировки. Звезды. Девушка. Женщина. Луна. Всадник вот такой вот с соколом на руке. Так выглядит у нас тучи. Дом. Ключ. Причем скважина, замочная у девушки на губах. Необычное решение. И нравится сама идея ключа на шее. Чтоб не потерять его. Коса. Довольно-таки зловещая. Корабль. Попугаи такие. Вместо птиц очень необычно тоже. Вот так выглядит мужчина. Вот так вот выглядит наша собака. Ну, это будем думать, что это хаски, а не волк. Ну, необычно довольно-таки. Вот так выглядят рыбы. Так выглядит крест с вампиром. Вот так выглядит сад. Вот так выглядит гроб. Вот так выглядит якорь в земле. Очень тоже необычная мысль. Это корни в виде якоря, согласитесь. Вот так выглядит дерево. Аисты восточные, вот такие, японские. И очень-очень красиво все отливает. Вот так выглядит развилка. Женщина. Мужчина. То есть, почему их по две карты? Чтобы вы могли выбрать, как вы работаете. То ли вы работаете, что женщина у вас смотрит влево. И у нее будущее, например, справа. То ли же вы смотрите, что у вас всегда будущее справа. Вот поэтому в разные стороны, повороты есть карты. И влево, и вправо. Вот так выглядит письмо. Нравится мне тоже эта карта. Есть с ней энергия. Вот так выглядит змея с девушкой-коброй. Вот так выглядят мышки или крысы. И еще и на заднем фоне есть такое ощущение, что кот за ними уже вот-вот будут в его лапах. Вот ухо и полголовы кота. Так, вот так вот выглядит гора. И вот так выглядит ребенок. Ребенок, маленькая фея. Тринадцатая карта с бабочками, которая идет по тонкому канату. Ну, все очень продумано. Очень штучная колода. Действительно ни на какую не похожа. И тоже, если есть возможности, желания, то можете к ей не обращаться. Я думаю, что ее интересно приобрести. Так, эту колоду показала. Ну, и, пожалуй, у меня остались непоказаны вот такая Ленорман. Вот такая. И я их покажу, наверное, чуть позже. Ну, вот еще парочку. Вот эта очень интересная колода. Я уверена, что она мало у кого есть. Это колода Джудит Барши. Она очень необычная, действительно. И еще, ну, вот, пожалуй, все колоды Поли Норман, которые я вам покажу. Вот эти я покажу чуть позже. Их осталось немного. И я думаю, нам будет о чем поговорить. А, еще нет, еще не все. Вот эту еще колоду я забыла вам показать. Эта колода суперинтересная. Вот такая. Тоже покажу чуть позже ее. И, ну, на этом, вот на этом будет все. Продолжаю снимать продолжение, извините за тавтологию, моих колод Ленорман. Мою коллекцию скромную. Скромно, потому что вы еще не смотрели коллекцию Оракулов и карт. И не могу не остановиться о Ленорман для людей, которые предпочитают все странное, все нетипичное, все оригинальное. Ну, к которым я себя тоже могу отнести. Ленорман Джуди Барши. Чем она интересна? Эклектика. Смешение стилей здесь. Вот, например, вот такое письмо с феей, которое доставляет это все. Вот так вот выглядит якорь. Такая фломастерная, яркая детская прорисовка, но при этом есть и глубина. Вот такая принцесса в башне, которая никак не найдет свою половинку. Вот так выглядит всадник. Причем наш конь хочет его сбросить, он ему явно не рад. Вот так выглядит коса, сноб. Причем здесь аспект именно больше работы, не отрезания, урезания, чего бы то ни было. Солнце встало, негры пашут. Вот так вот больше. Вот так выглядит кольцо. Как затмение. Очень необычное решение, согласитесь. Ринд 25. То есть я не сразу даже поняла, что это кольцо. Это реплика. Это не оригинал. Колода ко мне очень странно пришла от девочки. Я у нее покупала колоду, и она мне решила еще две Ленаромана дать. Вот так выглядит сердце. Дева Мария. Почему-то есть ощущение, отсылка такая к этой карте. Вот. И у нее вот получается цветок лотоса. Посмотрите, где сосредоточен. Очень-очень интересно. Ребенок на игрушечном пони, на карусели. Ну, это стандартная, в принципе, рисовка. У многих так вот такое я видела. Книга. Вот такая закрытая, наглухо. Вот такая вот у нас индианка леди. Очень интересно. Вот такие падающие звезды. Кометы. Не знаю. Крест. Змея вот такая. Интересно. Накусающая свой хвост. Тоже очень духовная колода. Да. И планета Земля. То есть очень-очень интересно. Луна. Женщина с кнутом. Что может быть лучше? Вот такой вот перекресток. Корабль. Вот такая любимая баллонка. Или будет королевы. Прекрасная собачка комнатная. Такие птицы. Вороник. Где-то Бог послал кусочек сыра. И лиса и ворона. Кто кого обхитрит. Медведица с медвежатами. Безумно здорово. Мужчина украшающий. Кого бы то там ни было. Играющий. Я почему-то думала, что он кобру украшает. Зеленая вот эта вот. Но это не кобра. Это просто он играет свою дудку. Да. Свои ноты. Вот такая гора. Причем женщина в нее вмонтирована. Очень здорово. Интересно. Рыбы. Солнце. Такой вот гроб. То есть карты все позитивные. Но смысла в них больше, чем хотелось бы. Так выглядит карта лилии. Они здесь белые. Причем две отдельные. В этом тоже есть своя фишка. Так выглядит сад. Причем здесь есть саду и башня, и дерево, и аист. И небольшой пикник на земле. Определенно и водоем. Здесь есть свои аспекты, свои значения. Но я в саду люблю, когда есть еще и другие люди. Потому что сад это наше общение с социумом зачастую. Тут такого нет. Здесь больше живительная сила, целительная сила природы. Восстановление своих сил с помощью земли, с помощью растений, с помощью вообще энергии природы. Я вижу эту карту так. Карта дом. Вот такая вот. Еще мне очень нравится здесь наличие аиста. То есть дом, который полон детей, полон животных. Собака здесь. Уютный небольшой столик. Ну, тут не идеальное качество печати. Но в целом очень-очень позитивная энергия у меня идет. И эта яркость, она не выглядит какой-то разношерстной, какой-то нелепой, какой-то клоунской. Этого абсолютно нет. Мне очень нравится. Все очень органично. Вот так вот выглядят мыши здесь. Или крысы. Также поедают урожай. Ну, хотя бы готовятся к поеданию, будем так говорить. Вот так здесь выглядят аисты в перелете, в процессе. Причем здесь их три, а не два. Это тоже интересно. Вот такой поющий здесь клевер. Также поющий клевер встречается, если я не ошибаюсь, в мистической. Ленорман, но мы о нем чуть позже поговорим. Вот такое вот дерево с медитациями, с чем-то таким, очень интересно, с обезьянами. То есть какие-то с Индией явно есть отсылки в этой колоде. Мне это нравится. Вот такой летучий с радугой. И вот так выглядит страусиный букет. Ну, такая карта вообще нигде не видела. Страус явно. И вот импровизированный букет у него на голове. Вот так выглядит ключ. Ну, я надеюсь, что колода Джудит Барши не оставит спокойными оригиналов. Не оставит вообще вас без внимания. И мы посмотрим сейчас другую колоду, которую я честно вам скажу, я ей редко пользуюсь. И я забыла ее название. Мне тоже ее отдали. Но она заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Хотя бы потому, что в ней есть свои фишки. В ней есть свои отличия, которых вы ни в одной колоде Ленорман встретите. В ней есть ощущение каких-то старинных гравюр. И ощущение вот мушкетерской темы старой Франции. Вот так выглядит лиса. Вот такая рубашка у колоды. Вот так выглядит змея. То есть, как герб на щите у рыцаря. Мне кажется, она могла бы и мужчинам подойти. Вот так выглядит ребенок, дитя. И здесь вот еще и кукла. Как что-то неискреннее, не настоящее. Очень интересно. А вот так выглядит письмо. Женщина. Луна. Такая необычная. Коса. Ну, конкретно, да. Вот смертельная коса. Время чумы. То есть, ну, интересно, согласитесь. Вот так выглядит всадник. В ней есть лаконичность. В ней есть соответствие стилю. Звезды. Такие необычные совершенно. Как морские звезды, даже я бы сказала. Ой, убегает. Вот так выглядит дом. С кусочком бабочки. Очень необычный вид сверху. Видите? То есть, такое ощущение, что насекомые выбирают себе, куда лететь. Обычно снизу, а тут очень необычный ракурс. Посмотрите. Вот так выглядят птицы. Причем сделали разных птиц. И сову, и гуся, и еще тут какая-то птица. И почтовые голуби. То есть, тут такой мини-зоопарк птиц. И мне это тоже нравится. На любой вкус. Вот так выглядит дерево. И причем здесь встречаются и намелки на древо сифирот. Ну, даже не намеки, а вот и на начало. Здесь встречается и олень, и единорог. Ну, как бы, микс такой. Очень интересный калаш. Из-за его какой-то абсурдности есть невероятная работа. Уж поверьте мне. Вот так выглядит солнце с подковой. Подкову я уже видела. Вот так вот выглядит корабль с рыбкой на переднем плане. Вот так вот выглядит якорь. Тоже с рыбой. Ну, примерно они похожи. Только это более теплые, гамма, это более холодные. Вот так выглядит сердце пылающее. Тоже очень интересно. Вот так вот выглядят мыши. Посмотрите, мыши, время, которое у вас съедают другие. Урон вашим продуктам, цилиндр. Очень много разных предметов, которые на первый взгляд кажутся вообще не связаны между собой. Кто работает колодой М.Ми Ленормана Ракул Картс, обязательно об этом напишите. Я все названия карт оставлю под видео, чтобы вы могли их найти. Если я найду ссылки, на них я также на галерее оставлю. Собака. Вот такая вот карта. Ну, я, насколько понимаю, это башня. Вот такая вот карта клевера. Тут плохо то, что нету игральных соответствий и номеров карт. Для этого для тех, кто уже как бы, если нормально в короткой ноге, мне в принципе не сложно. Вот эти два ключа, это не ключ, это книга, например, карта. Хотя можно подумать, кто не знает, что это и ключ. Вот сам джентльмен Д'Артеньян Гасконец. Ну, мне лично похож. Не знаю, вам похож или нет. Напишите. Букет вот такой вот в голландском стиле, да. Как раньше, это была модная расцветка несколько лет назад. Аист вот такой вот. Вот и буква С тоже можно ее использовать в значениях. Она вот стоит особняком от всего. Вот такие лилии. Вот такие рыбы. Подождите, а по-моему рыбы уже были, нет? Давайте посмотрим. По-моему были. Я, конечно, могу ошибаться. А, это был корабль с рыбами. Ага, тут очень много художников любят рыб. Корабль с рыбами, якорь с рыбами и сами рыбы. Видите? И даже как бы ни одна и та же самая рыбка. Ну, как интересно. Интересно. Гора. Ключи. А ключи тоже такие же двойные. Видите? Еще и бабочка. Еще и на переднем плане тоже бабочки. И птицы. То есть тут такая прорисовка, что не сразу можно все увидеть. Чем больше ты смотришь, тем понятнее тебе становится. Сад вот с такой вот интересной рамочкой. Очень необычно, на мой взгляд. С плодами, с цветами. Где может все расти, цвести и опыляться. Ну, замечательно. Так, что у нас еще осталось? Ну, такой вот гроб тут. Вот такой вот медведь. Герб, получается, у них медведь, рыцарь. Потомок его, рыцарь. Не знаю. Сложная колода, но в ней какая-то историческая есть нотка. Вот такая вот карта. Вот такая тучи. Вот. И, ну, это, я так понимаю, карта гадалки. Я так понимаю. Если нет, поправьте меня. Так, эти я вам показала карты. Что могу сказать? Есть еще вот такая маленькая Ленорман, издательство гелий. В ней нет ничего особого, кроме того, что это единственный Ленорман, который пользуется мой муж, который очень любит. Который вам любезно разрешил мне показать. Она стоит мало. Она сомнительного качества, но у нее хороший размер. Она очень маленькая. У нее неплохое цветовое вот сочетание этой колодки порядка, ну, наверное, лет 7, так точно. И она попала не новая к нам. И, тем не менее, с ней ничего не случилось, ничего не произошло. И могу сказать, что она точно копия голубой совы. Если у вас нет денег на настоящую голубую сову или на русифицированную красную голубую сову в красной коробочке, вы можете купить издательство гелий. Она вот в такой коробочке идет. И, в принципе, вы не сильно пострадаете, немного потеряете. Работает она так же великолепно, как первые две. Собственно, для этого я вам показала эту колоду. Вот такой вот у нее скучный задник. Но это или рубашка. Часто меня поправляют, говорят, что не надо задником называть. Но на самом деле я вам ее тоже советую. Особенно как сумочный вариант. И стоит она недорогая, в принципе, даже если что-то с ней случится. И всегда можно ей купить замену, по сути. Так, это я показала. Ну, еще осталась на десерт колода Ленорман, в которой я начинала свои видеовыпуски. Ну, как-то вот обленилась. Переездов у меня было много с Донецкой. Как-то вот так вот не записала я полностью они. Ну, себя корю за это. Надо все-таки сравнительные обзоры дописать, я думаю. По Ленорман, классической голубой сове, и мистической. Значит, чем интересна мистическая Ленорман? Она интересна тем, что она мистическая. Простите за такой ответ. Она интересна своей яркостью, своей сказочностью. Интересна тем, что в ней есть современные решения. Несмотря на сказочность, в ней очень хорошо встроилась астрологическая подоплека. Но, например, вот здесь мы видим знак рыб. Здесь мы видим на лилии знак месяца. Похоже очень на месяц. И еще и рыба. То есть тут нужно читать между строк, что называется. Вообще есть только ощущение, что многие карты мы видим в окне. В проеме окна. И тоже это можно рассматривать как ключ к действию. Здесь мне нравится вот эта вот закладка стены, например, у сов. То есть часть чего-то мы не видим. Часть информации сокрыта. И это хорошо коррелирует с тем, что совы вообще часто падают на что-то темное, неизвестное. То, что нас пугает. То, что вводит нас в какое-то переживательное, тревожное состояние. Ну, вот так вот выглядит в восточном стиле, я бы сказала, солнце с верблюдами, с пустынями, с пирамидами. Очень-очень здорово восточный колорит. Вот так вот выглядит пламенное сердце с Адамом и Евом, с животными страстями, с яблоками, с плодами, с попугаями. То есть, ну, тут не яблоки, тут груши, так аккуратненько лежат, не видно. Но пылкость этой карты, она, по-моему, на лицо видна. Вот. И тоже очень интересно. Очень нравится карта звезды с котом, с телескопом. Очень интересно. Это сделано с кариатидами, с отсылкой к знаку Зодиака Водолея. Видите, астрологически. Очень-очень мне нравится. И также эта карта на коробочке. Ребенок очень нравится, который общается с энергиями духов природы, с феями. Катается на своем древе родовом, что называется, на своих ветках. То есть, его рот вытягивает, что называется. Очень нравится мне вот эта карта. Рыбы вот такие. Немножечко нарисованы неудачно, на мой взгляд, рыбы. Но я на это могу закрыть глаза. Мне нравится сама эта колода. Она моя. Нравится здесь и крест, и группы. Все карты красивые. Очень много символизма, которым можно дополнительно много всего доставать. Вот с таким вот, с такой лаской у нас мужчина. Символ Марс, естественно. Здесь у нас ключ, символ Солнца. Собака у нас здесь. Одиннадцатый. Я думаю, может быть, это одиннадцатый месяц. Может быть, эти вот номера римские. Это месяц. Я так думаю. Вот такое вот с отражением. Лиса. Тоже очень интересно сделано. Вот такой вот букет в кадушке стоит. Я так понимаю, что это у нас Юпитер здесь. Потому что Юпитер это благодетель. А здесь, собственно, букет. Могу сказать, что у этой колоды четыре карты появилось дополнительные. Но я их не заказывала. Я не могу вам ничего сказать. Знаю, что можно их распечатать дополнительно. Но, опять же, я не уверена, что по качеству бумаги они будут такие. Я не уверена, что когда колода уже наработана, есть ли смысл их заказывать. Потому что, вот считайте, что вот если у вас какой-то язык, да, и вы уже разговариваете о нем. И потом какие-то новые слова, они могут его даже, ну, вынувать. Ну, мне так кажется. Не знаю. Я обычно, если у меня есть какой-то набор карт для воракули или второй, я уже его не расширяю. Ну, вот так. Хотя некоторые и любят добавлять какие-то карты, убирать. У меня был опыт. Я решила... Есть колода второй иллюзиум снов и теней. Мне ее подруга подарила Света. Я ее очень люблю и подругу эту колоду. И вот я решила с иллюзиума снов и теней делать ленорман. То есть вытащила карты, которые я могу использовать как ленорман. И вот реально, что могу сказать? Когда я стала отдельно им работать как ленорман, потом мне было сложно этой колодой работать полностью как оракулом Таро. Как второго оракульного типа. Я поняла, что лучше карты не вытаскивать, а работать полной колодой. И то же самое с дыханием ночи. Да, слово «здыхание» звучит не очень. Ну, с колодой «дыхание ночи». Потому что ее можно и как ленорман отдельно использовать. Но я ее использую сугубо полноценно большим оракулом. Конечно, в оракулах, я думаю, я видео с оракулом запишу, я вам ее покажу. Но это будет не скоро, потому что есть еще много видео, которые нужно снять. Но вы напишите, интересно ли вам вообще мои оракулы. Вообще, чтобы я записала видео по всем Таро, оракулам и так далее. И вообще магическим всевозможным вещам, девайсам, книжкам. Нравится мне вот мистическая ленорман по красоте. Я бы еще, может быть, такого типа еще какую-нибудь ленорман купила. Вот кельская ленорман мне нравится. И вот есть новая ленорман, по-моему, «Мистик Виш», если я не ошибаюсь. Такими вот она за вихрушками по бокам. Тоже очень красивая, есть в ней что-то детское и приятно. И еще все ждут ленорман от Лизы Хант. Это новинка. И ждут ленорман от Анны Ка. Потому что Таро Анны Ка мне есть, нравится, я его нежно люблю. Вот так вот выглядит сад здесь. С лебедями, с романтикой, со свиданиями. С такими львами. Очень-очень прикольно сделано. Хотя я встречала мнение, что вот даже сад похож на фаллический орган. Что вот если вот убрать это все чисто вот схемой. То есть каждый видит очень по-разному карту сад. Для меня сад это общение. Это непринужденное общение. Это может общение быть по социальным сетям. Это может быть обмен и сплетнями, и новостями со знаком плюс. Ну, иногда и со знаком минус. Реже, если рядом есть гроб, если рядом есть башня, может означать и типа санатория, типа поликлиники. Там где человек оздоравливается. Но реже. Ну и дерево может быть. Тогда да, тогда я понимаю, что это не такое милое общение. Обо всем и не о чем. А это именно лечебное учреждение. Вот так выглядит метла. Хотя, вот если не знать, можно подумать, что это карта крест. Потому что здесь распятие висит. Но здесь мужчина-аскет, который сам себя корит, сам себя бьет. Не щадит живота своего. Еще и летучая мышь прилетела. Интересуется им. Но он тщательно себя облюдет. Да? Свою духовность. Не знаю. Вот эту карту я не совсем понимаю, но она, этот даже его аскетизм, он интересен. И вообще мне нравится сама идея заглядывать в окно. Ну, может быть, потому что я в детстве, как все дети, любила заглядывать в окно к соседям. Мне было это интересно. И вот здесь вот это, то, что в принципе каждому человеку свойственно засунуть свой нос, да, подобно Буратино. А что же та, вот она, получается, полностью может реализовываться в какой-то степени. Ну, и вот так выглядит последний альбатрос или чайка с якорем. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что мое количество карт вам не шокировало. И вы не будете писать, вот, зачем тебе столько колод? Они все одинаковые. Настоящая гадалка гадает только на одной. И сейчас я попробую их посчитать. Потому что я не знаю точно, сколько у меня Ленорман. Знаю точно, что одно я сегодня не засняла. Потому что я ее не нашла. Но у меня есть отдельный на нее обзор. Я ее не так давно заказывала из Москвы от самого автора. И одну колоду я анковскую белую, обычную, Ленорман, продала. Но я на нее тоже делала обзор. И, в принципе, я за ней не скучаю. Ну, и так посчитаем. От двух я колод Ленорман от одной избавилась. Одна лежит, которая просто не нашла. И сколько у меня есть? Раз. А, от двух. У меня еще был лунный свет. От двух избавилась. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что там еще? Вы не обращайте внимания на борта. Мне главное их все посчитать. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, жемчужина в моей коллекции, пятнадцать. Ну, и последняя моя голубая сова. Итак, у меня на настоящий момент из тех карт, которые я нашла, шестнадцать Ленорман. И одну я просто не нашла. ЮСМ она у меня. Я на нее обзор делала. То есть у меня семнадцать Ленорман всего. Я надеюсь, что я хоть немножко удовлетворила ваше любопытство. Я надеюсь, что я кого-то вдохновила на новые покупки. А может быть, вы меня вдохновите на новые виды Ленорман, о которых я ни сном, ни духом не знала. Пишите, что вам понравилось в моем видео. Какие дополнительные, какие интересуют видео, на какие темы. Может быть, какой-то расклад, может быть, какие-то трактовки или значения. Что вам интересно, пишите, какая тема наберет больше лайков. Или, может быть, будет больше желаний, комментариев. Я обязательно о ней расскажу. С вами была ваша Литка-гадалка. Канал Ироничная Таро. Желаю вам иметь все ваши хотелки. И чтобы каждая вещь, не важно, карта это или новая сумочка, или еще что-то, доставляла максимум удовольствия и приносила только положительные переменные. И ощущение того, что у вас есть только нужные вам вещи. Желаю вам самого доброго и пока!